Здравствуйте! С вами Дмитрий Книга и новости Ленинского городского округа. Смотрите сегодня в нашем выпуске. Губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил основные направления развития региона. Мы должны быть готовы развернуть все необходимые пункты вакцинации во всех территориях Московской области. Реконструкция кольцевой развязки проспекта Ленинского комсомола Березовой и Советской улиц идет по плану. Подходит строитель к завершающему этапу по реконструкции данного перекрестка. В Доме культуры состоялся первый этап ежегодного конкурса патриотической песни «С чего начинается Родина». Губернатор Московской области Андрей Воробьев в формате видеоконференции провел совещание с вице-губернаторами, заместителями председателя правительства Московской области, руководителями областных министерств и ведомств, главами городских округов. На ней он обозначил основные направления развития региона, которые требуют повышенного внимания. В начале совещания губернатор представил нового министра экологии и природопользования Московской области Андрея Разина, который ранее занимал должность министра сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья. Обращаю ваше внимание на регламенты работы. Очень много жителей обращают внимание и на свалки, несанкционированные свалки, в частности, в лесном фонде. Еще раз хочу сказать, что наша задача в первом квартале 2021 года, следующего года, эти регламенты запустить, чтобы также навести порядок со строительным мусором и все, что касается небытовых отходов. Коснулся губернатор темы лечения и профилактики COVID-19. Андрей Воробьев поручил главам городских округов контролировать готовность пунктов вакцинации от коронавируса. Вскоре их откроют во всех муниципалитетах. Вы знаете, что вакцина от COVID-19 начинает поступать. Каждую неделю мы получаем все больше и большее количество вакцин. Это радует. Мы должны быть готовы развернуть все необходимые пункты вакцинации во всех территориях Московской области. В максимуме их будет 90. Они должны быть снабжены всем необходимым оборудованием. В частности, специфика – это низкотемпературное хранение. Обращаю внимание, что главы должны лично проверить готовность этих пунктов вакцинации. Губернатор отметил, что на территории области соблюдаются меры санитарно-эпидемиологической безопасности и в связи с этим введение дополнительных ограничений не планируется. Наша задача – избежать дальнейших ограничений. Более того, обращая внимание наших юристов и Горбылева Александра Анатольевича, что нужно внимательно посмотреть. И те из них, которые могут быть избыточны на данном этапе, также должны внимательно быть рассмотрены, обсуждены с главным санитарным врачом. На совещании также рассматривался вопрос, связанный с улучшением условий работы отделений Почты России в Подмосковье. Ежемесячно их посещают полтора миллиона граждан. Некоторые, к сожалению, отделения Почты жители не радуют. Мое поручение сегодня заключается в том, чтобы заслушать доклады, а также предпринять все необходимые меры, чтобы Почта России и за свои ресурсы и при нашей поддержке, содействии, все-таки переехала в современные, комфортные для людей условия. В ходе видеоконференции также обсуждался новый порядок работы портала «Добродел», на котором публикуются обращения, запросы и предложения жителей Московской области. В ближайшее время для пользователей портала будет предусмотрена обязательная авторизация. Реконструкция кольцевой развязки проспекта Ленинского комсомола, Березовой и Советской улиц в Видном идет в соответствии с ранее утвержденным планом. Об этом заявил начальник отдела дорожного хозяйства и транспорта администрации Ленинского городского округа Андрей Пальтов. Мониторинг работ ведется в ежедневном режиме. Когда закончится ремонт, узнал Максим Козлов. И невооруженным глазом видно, что дорожное полотно вокруг кольца стало шире за счет уменьшения радиуса центрального круга и размера островков безопасности строители решили две задачи. Это позволило создать дополнительное пространство на дороге и не приближать ее к жилым домам. Подходит строитель к завершающему этапу по реконструкции данного перекрестка. В настоящее время произведена укладка практически 80 процентов асфальтового покрытия, финишного асфальтового покрытия. Завершаются работы по установке опор новых для того, чтобы можно было перенести контактную сеть троллейбусного парка. Контроль за качеством и сроками работ ведется ежедневно как сотрудниками администрации Ленинского городского округа, так и представителями депутатского корпуса. То, что строители обещали, то они, на мой взгляд, выполняют. К Новому году, по крайней мере, они обещают закончить реконструкцию данной развязки. Всем жителям города Видное, не только проспекта Лесовецкая, а всем жителям я уверен, что это будет по-настоящему новогодний подарок. У пешеходного перехода по проспекту Ленинского комсомола скоро начнутся работы по установке новой светофорной системы для обеспечения безопасного пересечения проезжей части. Чтобы не усугублять и без того пока сложную дорожную обстановку, работы проводятся по ночам. Правда, реконструкция добавила хлопот не только автолюбителям, но и пешеходам. Она затронула часть сквера 50-летия Видного. Кое-где жителям приходится идти по грязи, а чтобы перейти проезжую часть, необходимо отстоять небольшую очередь на деревянном мостике. Действительно, основные работы в данный момент проводятся на участке проспекта Ленинского комсомола, примыкающего к кольцу. Именно этот участок в расчетах строителей оказался самым проблемным. Здесь проходит газопровод. Сейчас строители производят откопку газопровода, так называемые, для того, чтобы подрядная организация могла надеть защитный кожух на этот газопровод, чтобы не было никаких повреждений, так как дорожное полотно вот стороны, да, проспекта Ленинского комсомола уширяется в одну полосу. Планируется, что эти работы завершатся в течение трех недель. После этого начнется утрамбовка и укладка асфальта. Максим Козлов, Александр Логинов, Елена Кошлева. Видное ТВ. Доброй традицией еженедельного оперативного совещания, проводимого главой Ленинского городского округа, стало награждение людей, которые живут и трудятся на благо муниципалитета. В этот раз героем нашего времени стал спортсмен Сергей Осинцев. Мы пожелаем Сергею победы. И нам, Стаслав Николаевич, выпало честь от вручить благодарность губернатору Московской области Сергею за его заслуги. Десять лет назад Сергей пришел в секцию Кио Кусинкай, а сейчас он в сборной команде России. За его плечами многочисленные победы на различных соревнованиях. А еще с недавних пор молодой человек стал помогать своему наставнику Андрею Кузнецову. И тоже тренирует и растит будущих чемпионов. Есть такая фраза «заснуть с мечтой, а проснуться с целью». Так что нужно ставить прежде всего цели, работать над собой, все получится. В настоящее время Сергей готовится к международному турниру по Кио Кусинкай Russian Open Cup, который пройдет в феврале 2021 года. Желаем удачи нашему спортсмену. Сегодня в Ленинском городском округе стартовала благотворительная неделя доброты и щедрости. Книги на дом – это одна из акций, которые будут проходить в нашем округе. И сегодня мы это обсудим с директором Центральной библиотеки Татьяной Лукашовой. Добрый день, Татьяна Викторовна. Добрый день. Расскажите об этой акции, в чем она заключается и как будет проходить. Да, действительно, в рамках недели доброты и щедрости библиотекари решили подключиться и тоже провести свою акцию «Книги на дом». То есть любой человек, который находится в режиме самоизоляции, может позвонить в библиотеку, которая находится на территории, на той, где он живет, и по телефону заказать нужные книжки. А волонтеры или библиотекари, там, где нет волонтеров, принесут эти книги на дом. У нас по всему Ленинскому нашему городскому округу есть библиотеки. Список этих библиотек есть вот в такой вот рекламке. Все можно заказывать со вторника по субботу с 12 до 18 часов по указанным телефонам. Скажите, а такая акция будет действовать только в течение этой недели или она продолжится и в дальнейшем? Ну, наша акция, конечно, продолжится дольше, чем указана в неделе доброты и щедрости. Она не ограничится 8 декабря. Мы ее будем продолжать до тех пор, пока не будут сняты ограничительные меры. Спасибо за эту информацию. И я хотел бы поделиться с нашими телезрителями. У нас небольшой сюрприз с библиотекой, совместный проект. На этой неделе у нас предстоит первый выпуск новой передачи. Расскажите об этом. Название проекта «Страница 17». Почему такое название и что это будет за передача? Ну, мы анонсируем сейчас премьеру нашего телепроекта, который будет выходить один раз в месяц. Эта передача называется «Страница 17». Но те, кто ходили в библиотеку, брали книги, наверняка сразу поймут, что «Страница 17» – это сразу какая-то ассоциация возникает с библиотекой, поскольку именно на этой странице с таким номером ставится библиотечный штамп в книге. Это наша передача, наш такой телепроект. Ну, как я сказала, один раз в месяц он будет выходить в эфир. Мы планируем, что будут представлены библиотечные новости, будут обзоры книг в этой передаче, будут всевозможные интересные такие вот штучки, типа там библиоляпов, пойман за чтением. Это как бы мы хотим такие фотоконкурсы. То есть какой-то интерактив обязательно будет присутствовать для того, чтобы из передачи в передачу люди посмотрели, прислали, например, нам фотографии, где они читают. И мы определяем там дальше победителей. Вот какой-то такой вот интерес из передачи в передачу, чтобы он сохранялся. Ну и кроме того, ну, разные сюжеты, такие как чтение стихов на природе, пейзажей Ленинского городского округа, бук «Симпатия» – это мини-опрос жителей на улице. Ну и разные такие вот интересные штучки, ну, такие вот нетрадиционные, может быть, даже для библиотеки. Но вот хотим эту передачу разнообразить. Давайте не будем раскрывать всех подробностей, чтобы держать какую-то некую тайну и загадку. А когда первый выпуск выйдет в эфир? А, первый выпуск выйдет в эфир 3 декабря, в четверг, в 19.15. Ну, всех телезрителей приглашаем посмотреть. И если будут какие-то предложения и замечания, можете позвонить в библиотеку, мы с удовольствием прислушаемся к ним. Большое спасибо за эту беседу. Будем ждать первые выпуски. Я напомню, что у нас в гостях была директор Центральной библиотеки Татьяна Лукашева. В Ленинском округе стартовала неделя доброты и щедрости. Благотворительная акция проводится уже несколько лет и призвана помочь людям с ограниченными возможностями здоровья и социально незащищенным категориям граждан. Один из постоянных партнеров этой инициативы – салон красоты «Марафет». Пригласил всех, для кого посещение салона – это настоящий праздник. В этот день запись в салон красоты «Марафет» была ограничена. Стилисты ожидали прибытия особенных детей и их мам. Для них сотрудники салона совершенно бесплатно творили чудеса. Стригли, окрашивали, делали укладки. Мероприятие прошло в рамках стартовавшей в муниципалитете «Неделя доброты и щедрости» и проекта «Мамы особенных детей». Они делают наших мамочек намного краше и деток подстригут. И будут наши деточки и мамы красивее к Новому году, потому что в обыденной жизни у них нет времени на это. Они все время по больницам, занимаются дома. Инициатором акции, проводимой с 2017 года, выступает Координационный совет общественных объединений при поддержке органов местного самоуправления, общественной и торгово-промышленной палат Ленинского городского округа. Получить в подарок новый образ в салон пришли Ольга Варламова с мамой Мариной. Казалось бы, дело рутинное – подстричься и привести голову в порядок. Но для них это целое событие и долгожданные минуты радости. Это всегда большой подарок для женщины. Тем более у меня дочка, я сама женщина. Мне очень хочется, чтобы мы были красивыми. А это прям огромный подарок для нас. Красота спасет мир? Естественно. В салоне можно довериться в руки мастера или креативить совместно. Марина Варламова пришла с картинкой желаемого образа, а дочка поставила стилисту конкретную задачу. На конкурс красоты подготовка. Отлично. Что сделаем? У нас такая замечательная модель. Я думаю, что мы можем ей предложить обновить стрижечку и сделать очень красивые локоны. А Елена Толстокорова вообще впервые в жизни посещает салон сразу вместе с сыном. Обычно она все делает дома сама. Здесь же прекрасная атмосфера располагает в себе. Мой сын с аутизмом. Он не везде может обслуживаться, но именно здесь, в этом салоне, он может сидеть спокойно и дает бриться. То есть именно в этом салоне он позволил себя брить. Равнодушных не осталось. Гости выходили похорошевшие. Со счастливыми глазами на прощание всем участникам акции вручили памятные подарки. Делать добро просто и радостно. Надо просто приучать себя, потому что мы немножко имеем возможность, потому что деньги, конечно, мы зарабатываем, мы коммерция, и надо просто делиться частичкой себя, тогда всем будет жить лучше. Неделя доброты и щедрости продлится в муниципалитете до 8 декабря. Екатерина Коваленко, Александр Логинов, Сергей Ларин. Видное ТВ. Первый отборочный этап ежегодного Московского областного фестиваля конкурса патриотической песни «С чего начинается Родина» прошел в Видновском Доме культуры. Традиционно в нем принимают участие молодые талантливые исполнители от 14 до 30 лет. Оценила их мастерство и наша съемочная группа. Фестиваль «Конкурс патриотической песни «С чего начинается Родина» в Подмосковье проводится уже более 10 лет. Традиционно в нем могут принять участие детские и юношеские коллективы и талантливые исполнители от 14 до 30 лет. В этом году он проходит в четырех номинациях – патриотические песни советских композиторов, военные песни, песни о родном крае и патриотические стихи и проза. Это сложный репертуар, до него нужно дорасти. Поэтому у нас и номинации взрослых, в основном ребят. Ну и вот на сегодняшний день я довольна результатами, очень-очень хорошая подготовка. Но иногда, мне кажется, не совсем понимают, о чем поют. Особенно песни о войне. Отборочный тур фестиваля проходил заочно. Из более чем 500 желающих в следующий уже очный тур прошли чуть более 200. Конкурс будет проходить четыре этапа в разных городах Подмосковья. Первый состоялся в Доме культуры города Видное. Мы очень благодарны вообще принимающей стороне и администрации Дома культуры города Видное и администрации Ленинского городского округа в целом, потому что было оказано всяческое содействие, очень многие моменты были взяты на себя организационные. Это нам, конечно, безусловно, помогло. Почаще бы и побольше таких фестивалей, потому что когда мы прославляем свою родину, когда мы прославляем свои традиции, это, конечно, только нам большой плюс. И все последующие поколения все больше и больше будут гордиться тем, что происходит у нас в стране. 23-летний учитель Видномской гимназии Алексей Аксенов всегда мечтал петь, но исполнил свою мечту лишь два года назад, когда впервые пришел на занятия в студию «Звуковая волна». Мне просто нравится вся творческая деятельность, и в принципе я люблю петь, и моя работа позволяет это делать, поэтому сегодня я здесь, и мне очень приятно, что такая возможность предоставилась. Пластной конкурс – это что-то новое, такого у меня до этого не было, и, конечно, это огромное волнение, переживание. Сегодняшнее выступление, оно, конечно, сыровато было, на мой взгляд, он очень сильно переволновался. Конечно, работы еще очень много, но он достаточно способный, и так как слух очень хороший, он ловит те моменты, которые не улавливают многие начинающие вокалисты. Авторитетное жюри оценивало сценический образ, подачу и технику исполнения вокалистов. Самые достойные выступят в финале конкурса, который состоится 8 декабря. Екатерина Борисова, Кирилл Иванов, Елена Кошелева. Видно этого. На сегодня это все. Желаю вам только хороших новостей. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова